Здравствуйте, дорогие наши зрители, подписчики и гости нашего сообщества. Мы очень рады приветствовать вас сегодня на нашей премьере, наших новостях на Диссельдорф Ньюз. Меня зовут Татьяна Берт, а за кадром наша Мариночка Андреева, редактор и Артём Мирошник. И для начала у меня для вас есть горяченькая новость, но она очень хорошая. Итак, получаете ли вы тоже в последнее время большое количество имейл, большое количество писем электронных, в которых реклама, в которых бомбардируют вас какими-то предложениями? Вы не понимаете, откуда только у них взялся ваш интернет-адрес для того, чтобы прислать вам все, весь этот мусор. Так вот, Европейский Союз шесть долгих лет боролся за то, чтобы принять этот новый закон, адаптный шутцерклеринг, и он наконец-таки был принят. Так что поздравляем нас всех! Все, у кого есть интернет-магазин или есть своя страница в интернете, вам советуем обратиться к вашим юристам для того, чтобы написать этот новый датншутцерклеринг и оградить себя от таких предложений, не очень серьезных. Со 2 июня по 19 августа пройдет выставка под открытым небом в районе железнодорожного вокзала города Диссельдорф. Проект под названием «Из чужих стран в родные города» намеревается собрать большое количество туристов, а также жителей Диссельдорфа и окрестностей. На выставке представят художники свои работы совершенно разных культур, поэтому мы приглашаем вас насладиться этим зрелищем. И, как нам сообщили, выставка будет абсолютно бесплатна. Также вам не придется заботиться о том, на каком транспорте вам туда проехать, так как это находится на вокзале. Так что приезжайте, наслаждайтесь и будьте с нами. С 3 июня по 9 сентября для любителей свежего воздуха открывается прекрасная возможность прогуляться по паркам Диссельдорфа, такие как Цоу-парк, Ост-парк и Хоффгартен. Эта традиция пришла к нам из Барселоны. И в хорошую погоду вы со своими детьми, со своими родственниками и гостями можете пройтись по парку, прогуляться, попробовать региональную вкусную кухню, послушать местных диджеев, насладиться музыкой и атмосферой. А может быть, познакомиться даже с новыми интересными людьми, завязать новые контакты. Приглашаем вас! С 4 по 17 июня будет проходить большой литературный праздник в городе Диссельдорф. И все любители литературы смогут посетить разные площадки, на которых будут размещены книги, которые будут продаваться. И вы сможете познакомиться с авторами, поучаствовать в дискуссиях, купить то, что вам нравится. Также будет предоставлена региональная еда, напитки. То есть будет хороший большой праздник. А с 4 по... простите, с 7 по 10 июня будет проходить ярмарка на Кёнигс-аллее. В 80 палатках будут представлены книги и всяческие литературные произведения, которые вы сможете там приобрести, порадовать себя и ваших близких. В прошлом году стартовал первый этап Tour de France, велосипедные соревнования, как вы помните. Возможно, прошло это соревнование не с большим успехом, но оставило хороший след в нашем городе. Появилась новая традиция. Каждое лето люди, любители велоспорта, садятся на велосипеды и участвуют в соревнованиях. Так и было это в прошлую субботу. Участвовало 105 детей в городе Дюссельдорф в районе Оберкасселя. Были перекрыты улицы, был такой интересный ажиотаж и было очень весело и задорно. Следующий этап пройдет 9 июня в Хольхаузене, а потом 23 июня в Штокуме. Вы тоже можете поучаствовать и призвать к спорту тоже ваших детей привлечь. Лучшие из лучших поучаствуют в финальном соревновании, которое пройдет 23 сентября в велогонках сразу даже по Кёнигс-аллее. Так что присоединяйтесь, участвуйте, будьте здоровы! Поговорим о прекрасном, о детях. Количество новорожденных в городе Дюссельдорф снова увеличилось. 1 июня было зарегистрировано на 10 тысяч младенцев больше, чем в предыдущем. Так что у нас велики шансы того, что город снова будет расти. На данный момент жителей Дюссельдорфа насчитывается около 640 тысяч населения. Так что нас становится больше. Прекрасная историческая новость. Часы, показывающие не только точное время, но и уровень воды в реке Рейн, снова восстановлены. Находятся они на 744-м километре в городе Дюссельдорф. И после долгих месяцев этих работ теперь снова туристы и жители нашего города смогут насладиться романтическими моментами рядом с этими часами, повстречаться там, посмотреть точное время и уровень воды. Клуб автолюбителей АДАЦ советует, как повысить свою безопасность в плохую погоду, когда начнется, например, сейчас скоро уже сезон дождей, появится лужа на дорогах. Так вот, дорогие наши автолюбители, постарайтесь объезжать эти лужи по возможности, потому что там может оказаться глубокая яма, и вы повредите свои колеса или мотор. Также не забывайте, пожалуйста, про аквапланинг, при котором теряется контакт между колесами и дорогой, и вашу машину можно просто занести в другую сторону. Это то же самое, что гололед, только на воде. Поэтому езжайте лучше потихонечку, степенно, а лучше объезжайте такие дороги. Давайте поговорим о погоде, но не только. Количество экстремальных осадков в НРВ увеличивается. Уже в этом году мы заметили, как быстро меняется погода. То жара 35 градусов, на следующий день уже порывистые ветры, ураганы, дожди, ливни, град. Нередко портятся наши имущества, и тогда мы спрашиваем наши страховки взместить нам наши ущербы. И, к сожалению, классические страховки не покрывают ущерб. Нужно заключать особенную страховку, называется она Элементарферзихерунг. Позаботьтесь об этом, наши дорогие, потому что погода непредсказуемая в Германии. Конечно, мы желаем вам прекрасных солнечных дней, прекрасного настроения, и оставайтесь с нами. Друзья, вы, наверное, заметили, как быстро меняется интерьер сегодняшней нашей студии новостей. И за это мы благодарим магазин «Дэдсвай», который находится на Баннш-трассе 16 в городе Дюссельдорф. Здесь вы сможете приобрести мебель для своего прекрасного дома. А также с понедельника, если вы придете посетить этот магазин, вы сможете насладиться и, может быть, даже купить какие-то из моих работ, картины, которые представлены тоже в этом магазине будут. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели наши новости, наш первый выпуск, нашу премьеру. Поздравляем нас всех с этим. Ставьте ваши лайки, делитесь этим видео и обязательно смотрите наши следующие серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!